Мишель Латита из Франции стал знаменит благодаря тому, что мог употреблять в пищу несъедобное. Врачи заметили, что у его желудка и кишечника невероятно толстые стенки, а также очень мощный желудочный сок. Это давало ему возможность употреблять в пищу буквально всё, включая острые или токсичные металлы. Неудивительно, что Латита получил прозвище «Месье Манджету» или «Месье, съешь всё». Конечно же, он не съел ни одного гигантского авиалайнера, но всё равно осилил невероятные 9 тонн металла. Для этого он выбрал «Цесну-150» — двухместный самолёт малой авиации. «Месье Латита» ел самолёт целых два года — с 1978 по 1980. На протяжении своей карьеры он также осилил тонны других несъедобных предметов — велосипеды, телевизоры, тележки из супермаркета, люстры, кровати и даже небольшую секцию эфелевой башни. В то же время мягкие продукты вроде яиц или бананов вызывали у него тошноту. Да, бананом его точно было не заманить. Ладно, поехали дальше. В одном из сортов винограда содержится на 12% больше сахара, чем в других. Селекционерам понадобилось почти 12 лет, чтобы достичь этого результата. Вид и запах суперсладкого винограда ничем не отличается от обычного, но вкус напоминает сахарную вату. Существует круизный корабль, где можно жить постоянно. Корабль путешествует по всему миру, совершая остановки на несколько дней в разных портах. Люди могут либо жить на борту, либо периодически здесь оставаться. Для них предусмотрены комфортабельные и просторные каюты, которые стоят от 2,5 до 9 миллионов долларов. Большинство апартаментов были выкуплены задолго до завершения строительства корабля. Вы можете сдать свою каюту в аренду, а также взять с собой родственников или друзей. Средний возраст жителей корабля — 66 лет. Кажется, что горы на Венере покрыты снегом. Но температура на планете очень высока, и снега здесь быть не может. На самом деле лёд — это металл. Ванта-блэк. Самый тёмный материал в мире. Он поглощает более 99% света и делает трёхмерные объекты похожими на двухмерные. Материал состоит из крошечных полых углеродных трубок, которые выращивают в специальной лаборатории. Эта история началась в 2003 году. Два брата из Испании купили дорогое полотно, которое посчитали оригинальной картиной Гойи. Узнав, что это подделка девятнадцатого века, мужчины решили продать её, выдав за подлинник. Покупатель якобы был богатым арабским шейхом. Посредник потребовал 350 тысяч долларов комиссионных. У братьев не было таких денег, потому им пришлось занять их. Сначала продавцы попросили 4,5 миллиона долларов, но в конце концов цена была снижена до 1 миллиона 700 тысяч. Мужчины попытались положить деньги на банковский счёт, но обнаружили, что деньги фальшивые. Так же, как и их картина. Братья были арестованы. Посредник исчез с комиссии и так и не был найден. Вим Хофф из Голландии не просто так получил прозвище «Ледяной человек». В январе 2007 года он пробежал полумарафон в Оулу, городе на севере Финляндии, примерно в 150 километрах от полярного круга. Без обуви и футболки. Несмотря на то, что пришлось дольше двух часов бежать босиком по льду и снегу. Вим Хофф также установил мировой рекорд самого длительного контакта всего тела со льдом, и он повторял его 16 раз. Его лучший результат только в 2019 году превзошел спортсмен из Австралии. «Мне стало холодно от одной мысли об этом». Один канадец ловил рыбу и угодил в сильнейший шторм. Лодка сбилась с курса и застряла в кустах. Человек оказался в совершенно незнакомом месте. Он понятия не имел, где он. Побродив некоторое время, он понял, что потерялся и, возможно, не сможет выбраться живым. Он был в отчаянии, когда ему в голову пришла одна идея. Он разрубил ближайшую линию электропередач топором, который у него был. Затем человек стал ждать, когда прилетит вертолет, чтобы устранить неполадки. Вертолет прибыл и спас пострадавшего. Но многие люди оказались без электричества почти на 30 часов, поэтому мужчине пришлось заплатить большой штраф. Ваша правая легкая немного короче левого, так как рядом расположена печень. А левая легкая немного уже – это пространство нужно для сердца. Кроме того, мужские легкие обычно вмещают больше воздуха, чем женские. Беспроводные сигналы под запретом в городке Гринбэнк в Западной Вирджинии, США. Это означает, что поблизости не должно быть никаких мобильных телефонов, Wi-Fi, Bluetooth и электронных передатчиков. И все потому, что здесь расположен телескоп Гринбэнк. Это самый большой в мире полноповоротный радиотелескоп. Любой беспроводной сигнал может помешать его работе. На Уране всего два сезона – лето и зима. Каждая из них повторяется дважды в год и длится 21 земной год. А один полный год на Уране продолжается в 84 земных года. Ого! Представьте, сколько придется ждать летних каникул. Ужас. Язык главного дегустатора кофе, «Коста кофе» застрахован на 13 миллионов долларов. Вкусовые рецепторы важны для его профессии так же, как и голосовые связки для певца. Они позволяют подбирать сотни вкусов. Самые первые американские горки были построены для транспортировки угля с вершины холма. Трасса была длинной и крутой, а тележка развивала скорость до 80 км в час. Вскоре об этом развлечении узнали. Туристы, заплатив несколько центов, могли спуститься по опасной колее. Режим сна и бодрствования улиток – один из самых удивительных в мире. Они могут проспать пару часов, а затем бодрствовать целых 30 часов подряд. У них же случаются периоды спячки, которые могут длиться несколько лет. И, кстати, если добавить в блюдо с улитками чеснок, получится очень вкусно. Койоты и бурсуки часто охотятся вместе. Бурсуки знают, как выманить добычу из норы, а койоты умело гоняются за ней на земле. Вдобавок барсуки – обладатель острого обоняния, а у койотов отличное зрение. Их сотрудничество выглядит следующим образом. Барсук выкапывает жертву и гонит ее навстречу койоту, затаившемуся поблизости. Ужин подан. Вопрос лишь в том, кому достанется первый укус. У китовой акулы, одной из крупнейших рыб в мире, несколько тысяч крошечных зубов. Они помогают ей есть овощи. Акула является фильтратором и употребляет в пищу растения, водоросли и планктон. Планктон этому, безусловно, не рад. Но такова жизнь. Многие люди начинают смеяться после того, как чихнут несколько раз подряд. Все потому, что чихание делает вас счастливее. В процессе организм выделяет эндорфины. Эти гормоны предотвращают стресс. Приятно. Совы настолько гибкие, что могут поворачивать голову практически по кругу. И все благодаря тому, что их голова соединена с телом одним цилиндрическим суставом. У людей их два, что серьезно ограничивает наши возможности. У сов также масса позвонков, крошечных костей в составе позвоночника и шеи. Эта особенность также позволяет им выполнять трюк с поворотом головы. О, кстати, птицам приходится двигать головой, потому что их глаза неподвижны. Уровень моря во всем мире разный, а поверхность мирового океана не является плоской. Это связано с ветрами и разницей в земном притяжении, влияние на которое оказывает масса подводных гор. Большинство космонавтов утверждают, что в космосе пахнет поджаренным стейком или барбекю. Именно такой запах стоит, когда кто-то из них возвращается на корабль. Но другие исследователи космоса, уверены, это запах раскаленного металла. Хотя, возможно, раскаленный металл или поджаренный стейк пахнут космосом. Интересно, а какой запах был первым? Самые яркие сны вы видите во время фазы быстрого сна или быстрого движения глаз. Эта стадия длится недолго и случается раз в 90-120 минут на протяжении ночи. Во время фазы быстрого сна большинство произвольных мышц в вашем организме обездвижены. Поэтому вы не способны навредить себе во сне. Кроме тех случаев, когда вы падаете с постели. Это довольно больно. В океане тоже есть водопады. Они возникают из-за существенной разницы в температуре воды. Холодная вода опускается вниз под тёплые, а следовательно менее плотные слои. Крупнейший известный водопад на Земле находится между Исландией и Гренландией. Высота гиганта составляет 3,5 тысячи метров. Крупнейшее в мире изображение из песка занимало 12 олимпийских бассейнов. Его можно было увидеть из космоса. Картину создали в 2019 году в Дубае. Художникам потребовалось более 2400 часов, чтобы завершить работу. Солнце весит в 330 тысяч раз больше нашей планеты. Разница в размерах настолько велика, что Земля может поместиться внутри звезды 1 миллион 300 тысяч раз. Кстати, Солнце – это 99,85% всей массы Солнечной системы. Оксфордский университет старше империи ацтеков. Учебное заведение было основано в 1096 году, а империя ацтеков была основана 332 года спустя – в 1428 году. Забавный факт – если бы в Оксфорде все еще работали первые профессора, они были бы довольно старыми. Каждое дерево в Мельбурне получило уникальный идентификационный номер, чтобы горожане могли уведомить совет по электронной почте, если с растениями что-то случится. Но вместо этого люди стали посылать деревьям любовные письма. Я думаю, что никогда не напишу поэму, достойную тебя. Прекрасная секвайя. Осталось придумать рифму.